Курс видео-лекций Национальной медовой выставки Великобритания Вывод маток на устойчивой пасеке Выступает американский промышленный пчеловод Майкл Паумер Переведено и озвучено при поддержке бочонки-мёд.ру Российского производителя деревянных липовых бочонков для мёда Бочонки-мёд.ру – идеальная тара для вашей продукции Все ссылки в описании Сегодня утром я говорил об использовании отводков для поддержания пасеки Чтобы пасека была устойчивой Так, чтобы вам не нужно было ехать за границу или куда-либо ещё за пчёлами И вы могли выращивать собственные семьи из собственных семей Формирование отводков – это только одна составляющая Вторая – это выращивание маток для этих отводков Это странный способ начать лекцию Вот губернатор штата Вермонт Бывший губернатор, можно сказать Поскольку он умер в августе 1991 года Почему же я показываю эту фотографию здесь? Случалось ли у вас что-либо в жизни, что вы можете вспомнить благодаря другому событию, которое случилось в тот же день? Итак, 14 августа 1991 года Нашего губернатора нашли мёртвым в бассейне Это странное начало лекции, я же сказал Но в тот день я ехал на собрание пчеловодов Вермонта Летнее собрание И по радио сообщили о его смерти Так я запомнил то, что происходило позже На том собрании был один из наших самых известных пчеловодов Известный во всем мире за его методы апитерапии А также за пчеловодческую мудрость и небольшие изобретения Чарльз Мраз На том собрании я сидел рядом с ним Он был моим наставником Для меня, молодого пчеловода, он был почти богом Чарльз Мраз был удивительным пчеловодом И хорошим другом Во время обеда он открыл коробку с голубикой И пакет со сливками И протянул мне чашку с голубикой и сливками на десерт Что еще может просить молодой пчеловод Когда самый влиятельный пчеловод Северной Америки Дает ему голубику со сливками Итак, после обеда Мне нужно было уехать Потому что я ранее приобрел 100 маток И они лежали у меня дома на кухне и на столе И мне нужно было с ними что-то делать Он посмотрел на меня самым насмешливым взглядом и сказал Почему? Почему 100 маток, присланные из какого-то далекого места, ждут тебя на кухне? Я думал об этом вопросе в тот день И многие годы потом Прежде чем смог ответить на него И это лекция что-то вроде ответа на этот вопрос В этом состоит вся суть Именно это Чарли пытался сказать мне Зачем мне покупать пчел откуда-то, если я могу сам выращивать таких пчел? Потому что они намного лучше любых покупных И мне нужно задать вам тот же вопрос Покупаете ли вы маток издалека для подсадки вашей семьи? Зачем? Зачем вы делаете это? Маток несложно выращивать Мы можем выращивать маток лучшего качества, чем те, что в продаже из других мест Как мы можем это делать? Ну, мы копируем то, что делают пчелы Мы смотрим, как пчелы сами выращивают себе маток Когда пчелы выращивают себе маток? Может быть три варианта, когда пчелы начинают выращивать себе новых маток Первый – это экстренный случай Если матка исчезает из семьи Пчелы в ответ на это закладывают маточники Они выбирают личинку женской особи В ячейках обыкновенного расплода Делают из ячейки маточник Эти маточники выглядят небольшими Можете увидеть на фото Но на самом деле маточник включает часть ячейки рабочей пчелы Они действительно не такие длинные, как роевые или маточники тихой смены Многие скажут, что из них получаются не самые лучшие матки И что это не лучший способ выращивать маток И я скорее соглашусь с этим Некоторые скажут, что пчелы не знают, что они делают И что они могут ошибочно выбрать личинку, которая слишком стара А из старой личинки получится низкокачественная матка Может быть матка, выращенная из 12-часовой личинки Или 1-часовой личинки Будет лучше, чем матка, выращенная из двухдневной личинки Да, я бы согласился с этим Чарльз Мраз, который выращивал всех своих маток И его семья продолжает это делать с вещевым экстренным методом Снял бы с меня скальп, если бы я сказал что-то подобное тогда Но я считаю, что это правда Но все же это только один путь Во втором случае пчелы закладывают маточники тихой смены У них есть матка, но они знают, что с ней что-то не то Потому что они начинают выращивать себе новую В таком случае матка откладывает яйцо в мисочку И пчелы выстраивают маточник Давая личинке столько молочка, сколько ей нужно, чтобы стать хорошей маткой Одна из проблем такого варианта Пчелы закладывают всего несколько маточников Как же мы можем вырастить маток тихой смены? Что нам нужно делать? Как заставить пчел провести тихую смену матки, когда нам нужно это? Мы можем сделать что-то с имеющейся маткой Например, отрезать ей антенну Это точно приведет к тихой смене матки Но мы получим всего несколько маток Поэтому этот способ не очень хорош для того, кто хочет заниматься матководством Третья ситуация, когда пчелы выращивают маток Это роевой инстинкт В этом случае яйцо откладывается в мисочку И пчелы с самого начала намереваются вырастить из вылупившейся личинки матку Это, вероятно, самый лучший способ вывода маток Потому что получается больше маточников В семье достаточно пчел-кормилец И в избытке поступающие с полей питания То есть, роевой метод, вероятно, наилучший для вывода маток И самый лучший способ получить высококачественную матку Мы можем использовать другие способы Это язык из семьи, где соты находились далеко друг от друга Пчелы выстроили его И заложили маточники по краям Вы можете отобрать маток из этого языка и использовать Это, скорее всего, роевые маточники Итак, есть несколько разных способов получения маток Но как промышленный матковод я не могу вырастить достаточно маточников такими способами И я не могу зависеть от них при выращивании маток Поэтому я вынужден выбрать другой путь Нам предстоит поговорить о том, как из яйца получается личинка Из личинки куколка И конечный продукт, из которого в нуклеусе появится наша матка Весь смысл выращивания маток сводится к маточному молочку К максимальному увеличению числа пчел-кормилец в семье Для максимального увеличения количества молочка, которое оскарбливается личинкам будущих маток Введем пчеловода в курс дела Как мы можем сымитировать то, что делают пчелы? Ведь успешное пчеловодство – это наблюдение за тем, что делают пчелы Затем имитация их поведения Копирование их действий Использование того, что они и так делают для нашей пользы Итак, вы хотите получить несколько маточников Вы, вероятно, купили и прочитали книгу Вот очень хорошая книга, изданная в Штатах учеными Лейдлоу и Пейджем И в ней описаны всевозможные разные методы Выводы маток, а этих методов существует огромное множество Но к моменту прочтения этой книги вы будете более озадачены, чем были раньше Потому что будете терзаться вопросом, какой способ стоит применить Какой из них лучше? Наиболее распространенный метод, применяемый сейчас в США Это использование стартера без матки или роя И семьи воспитательницы с маткой То есть вы отбираете пчел-кормилец из семей производителей И отвозите на отдельный точок для облета маток Вы сажаете их в нуклеус со специальной сеткой снизу на дне Этот нуклеус может вместить несколько фунтов пчел И вы оставляете его на сутки в темном прохладном помещении А затем вы ставите прививки в этот стартер В стартере находятся пчелы-кормилицы, которые потеряли матку И они начинают выводить себе новую матку в ответ на экстренную ситуацию Вы оставляете прививки в стартере на срок от 24 до 36 часов За это время пчелы выстроят маточники Затем вы переносите их в отдельную семью для воспитания Семья называется воспитательницей Это семья с маткой и расплодом под разделительной решеткой А над решеткой вы ставите прививки Решеткой вы отделяете их от матки Пчелы чувствуют себя осиротелами И продолжают выращивать маточники Это жизненно способный метод вывода маток Но этот метод тратит ресурсы ваших продуктивных семей Итак, если у вас маленькая пасека И вы хотите вывести какое-то количество маточников Подойдет ли этот способ? Рациональное ли это пчеловодство? Хорошо ли в долгосрочном плане отнимать пчел-кормилиц Из семей производителей для вывода маток И подсадки в эти же семьи? Я не думаю Я считаю, это ослабляет силу ваших семей производителей Поэтому я не считаю, что это устойчивое пчеловодство В большинстве наших ситуаций Если я хочу вывести маточники на целую пасеку И получаю в среднем 100 фунтов меда с продуктивной семьи При оптовой цене меда 2 доллара за фунт И предположим, на вывод маток на пасеке работает 30 семей Таким образом я несу значительные убытки То есть мне надо вырастить очень много маток И очень хорошего качества, и продать их Чтобы восполнить эти потери в производстве меда Стоит ли это того? Когда я прочитал эту книгу Пчеловодство в аббатстве Бакфаст Мне стало настолько очевидно Что метод брата Адама был тем методом Который я хочу использовать для вывода моих маток Я не могу рассуждать по вопросу о темных пчелах и пчелах Бакфаст И всем, что этого касается Но мне кажется, он поступал правильно, когда выводил своих маток по этому методу Потому что он объединял два из трех способов, которые используют сами пчелы Он выводил маток, используя комбинацию экстренной ситуации и инстинкта роения Я называю план Адама 10 над 10 или 10 плюс 10 Он брал сильную семью пчел, имеющую от 9 до 12 рамок с расплодом И шел на точок с семьями производителями Откуда отбирал рамки с расплодом на выходе Набирал корпус с расплодом и пчелами Возвращался на точок для матководства И ставил их над разделительной решеткой в очень сильную семью Что случается, когда вы делаете подобное? Если вы возьмете самую сильную семью на пасеке И дадите ей 10 рамок с расплодом дополнительно Как думаете, что произойдет? Семья разроится, не так ли? Она станет настолько мощной, настолько заполнится пчелами-кормилицами Что скорее всего будет роиться Заложит маточники, а это то, что вам нужно Вы готовите такой улей с огромным количеством пчел-кормилиц Когда пыльца и нектар поступают с полей в изобилии И стоит отличная погода Вы выводите маток в то же время, что и пчелы Это ключ к успеху Не выводите маток тогда, когда пчелы не стали бы этого делать сами Потому что вы боретесь, работаете против пчел Вместо того, чтобы работать с ними Когда я говорю сильная семья Я имею в виду настолько сильную семью У которой пчелы находятся от верхнего бруска до самого дна Полная пчел Наводненная пчелами Я немного расскажу о порядке работ В этой семье, как вы видите, три нижних корпуса с расплодом Я делаю так, два корпуса и один магазин У меня это конфигурация зимовалой семьи В конце апреля, начале мая, примерно во время цветения клёна Я добавил в этот улей два магазина Затем в период с начала до середины мая Я сделал из этой семьи строительную семью по выводу маток Я поднял частично заполненный медом магазин над разделительной решеткой И поставил сверху корпус с расплодом И вот получилась конструкция первого дня Эта семья полностью забита пчелами-кормилицами Ну и откуда берется расплод? Берется ли он с остальных семей на пасеке? Тогда какая разница между этим методом и стряхиванием пчел из остальных семей на пасеке? Это все еще ослабляет силу семей-производителей Разве это устойчивое пчеловодство? А если ваша пасека недостаточно большая, чтобы выдержать эту нагрузку? Нет, это не устойчивое пчеловодство Что ж, подумайте о следующем В 2011 году из 50 зимовалых отводков, которые я оставил, не продал и не использовал для расширения производства на пасеке Я развил их до трех нуклеусных корпусов, то есть до 12 рамок То есть 4 рамки, 4 рамки, еще 4 С 9 мая по 19 июня я сформировал 35 строительных семей Что в итоге потребовало 245 рамок с расплодом Я оставил 2 рамки с медом по краям и 7 рамок с расплодом на выходе между ними 35 ульев потребовали 245 расплодных рамок Когда я сформировал последнюю строительную семью, я переориентировал собранный расплод для формирования отводков И в период с 16 июня до 20 июля я сформировал дополнительно 330 отводков Итак, из 50 зимовалых отводков, имеющих по 8 рамок, я собрал более 900 рамок с расплодом Плодовитость наших пчел невероятна Если есть взяток и достаточно суши для фабрик расплода, я называю эти отводки так Удивительно, что они могут сделать Они дадут вам столько расплода, сколько вам нужно Для строительства маточников и для отводков А такое пчеловодство устойчиво? Вы не трогаете семьи-производители Вы используете только отводки Отводки, которые были сделаны из небольшого количества пчел и расплода прошлым летом Которые перезимовали, отстроились перед главным взятком И вместо того, чтобы делать из них семей-производителей, вы делаете из них фабрики расплода И это обеспечивает вас необходимым количеством расплода для вашей работы Итак, роль отводков в программе вывода маток Вот о чем я говорю Это зимовалые отводки На каждом поддоне стоит по два отводка с перегородкой То есть в каждом отделении этого улья Находится отводок с четырьмя рамками снизу и четырьмя рамками во втором корпусе Перед тем, как отбирать расплод, чтобы они заполнили нужное мне количество рамок Я ставлю третий корпус с четырьмя рамками сушью А затем я начинаю отбор расплода Это происходит в период с начала до середины мая Я ставлю расплодные рамки в корпус для стряхивания Это обыкновенный корпус с разделительной решеткой снизу Когда из нуклеусов вынуто семь рамок с расплодом на выходе То есть я иду по пасеке от нуклеуса к нуклеусу и вынимаю из каждого одну или две рамки В зависимости от того, что отдельный нуклеус может дать мне Ослабляю его, но так, чтобы он остался жизнеспособным И при этом забираю достаточно расплода так, чтобы этот отводок не зароился Возможно, отберу одну рамку, может быть, две рамки Может быть, при первом осмотре вы отберете только одну У меня таких отводков сто Я формирую каждые четыре дня по четыре строительных семьи В первый день я начинаю просматривать нуклеусы и забираю, что мне нужно Когда строительные семьи сформированы, я останавливаюсь Через четыре дня я начинаю с того места, где я остановился и продолжаю отбирать расплодные рамки с пчелами И когда набрал достаточно, я останавливаюсь И через четыре дня я повторяю этот процесс И в итоге я прохожу все отводки и возвращаюсь к началу К этому времени первые отводки восстанавливаются Их рамки снова засеяны яйцами Матка уже засеяла те рамки с сушью, что я поставил В них снова расплод на выходе И я снова осматриваю и отбираю столько рамок, сколько возможно И перехожу к другому отводку И так далее, и так далее Что происходит, когда мы берем сильную пчелосемью и ставим на нее корпус с расплодом? Мы создаем абсолютного монстра Итак, через 10 дней после формирования такого улья строительной семьи И наступает день прививки Я изменил немного метод Раньше я осматривал семью за один день до прививки на предмет маточников Поскольку в строительной семье маточников быть не должно Их быть не может, потому что из такого маточника может выйти матка и уничтожить всю вашу работу Я раньше делал это за день до прививки Но это означало, что нужно дважды разбирать эту огромную семью Теперь я делаю это в день прививки То есть через 10 дней после формирования строительной семьи Вы должны найти все маточники над разделительной решеткой Может быть, там не будет свящевых маточников Вы помните, я говорил, что когда вы ставите расплод над решеткой и дальше от гнезда и матки Пчелы закладывают маточники Так как считают себя осиротелами Поэтому вы осматриваете корпус, где был расплод И ищите маточники И вы должны удалить их все до единого Все Затем вы осматриваете нижний корпус под решеткой А там могут быть роевые маточники Скорее всего, они там будут Поскольку вы создали такую семью монстра При взятке Полную пчел-кормилец А они заложат роевые маточники Поэтому вам нужно осмотреть всю семью Стрясти пчел с каждой рамки И убедиться, что ни одного маточника не осталось в этой семье Ко дню прививки Позвольте мне сказать это еще один раз Или еще два раза Или десять раз В строительной семье не должно быть маточников При ее формировании Это наиболее распространенная ошибка При подготовке строительной семьи Я совершал ее Все это делают Если вы пропустите хоть один маточник Вы потеряете все ваши прививки Следует ли мне еще раз повторить это? Вам нужен племенной материал Как вы выбираете племенной материал? Вы можете купить его Но он скорее всего есть на вашей же пасеке Или на пасеке друзей Или на пасеке ваших ассоциаций Вы используете то, что есть Ваши пчелы могут быть не самыми лучшими в мире Но используйте то, что есть Не всегда лучший племенной материал И лучшая генетика дают хороших маток Сегодня утром выступающий говорил о природе и питании потомства Вывод маток как раз касается природы и питания Профессор Фаррер из Висконсина Однажды сказал, что вы можете вывести лучших маток От не совсем оптимального племенного материала При идеальных условиях Чем от идеального материала При не совсем оптимальных условиях По-моему, это имеет смысл Так что вы используете то, что имеете Вы изучаете, как выращивать качественных маток Но если вы хотите заняться селекцией Вам нужно иметь какие-то критерии Критерии селекции, по которым нужно отбирать Как же следует вести отбор? Вот список из пяти критериев отбора Как насчет зимостойкости? Зимостойкость в моей местности Где у нас снег, мороз Минус 28, минус 31 градус Цельсия Каждой зимой Последний очистительный облет Случается у нас в декабре И затем следующий облет Может произойти только в апреле Этой весной первый облет Произошел 1 апреля И это с декабря Первая пыльца появляется Не раньше 15 апреля Представьте, люди здесь говорят о пыльце на Рождество Пыльце в январе Расплоде в феврале Выходе маток из маточников в марте Это недоступно для моего понимания Но вот список из пяти критериев селекции Зимостойкость Если они не зимуют Нет смысла отбирать по чему-то другому Так как они все мертвы Поэтому в моем журнале Этот критерий должен быть на первом месте Болезни Отсутствие болезней И я особенно обращаю внимание на аскосфероз Так как у моих пчел не так много болезней Я уже много лет не видел американского гнильца Я думаю, что возможно смогу определить европейский гнилец Но аскосфероз это настоящая проблема Отбирая материал от семей, которые никогда не болели аскосферозом Я предполагаю, что я веду отбор по гигиене Нрав Мы все знаем, что миролюбие очень важно Нужны ли вам пчелы, которые прибивают носки к вашим лодыжкам Мне не нужны такие пчелы Мне нужны пчелы, с которыми я мог бы работать в футболке и лицевой сетке Я не люблю быть полностью одетым Я работаю 80 часов в неделю с пчелами Я не могу это делать в полном костюме Медопродуктивность Это важно Вы стараетесь произвести мед, не так ли? Следует ли, по крайней мере, отбирать семьи на пасеке для размножения, которые производят наибольшее количество меда? А что насчет количества скормленного сахара? Если вы кормите их сахаром, должно ли это как-то отражаться на общем производстве? Выберете ли вы для селекции семью, собравшую 150 фунтов меда и которую нужно закармливать 50 фунтами сахара или ту, что собрала 80 фунтов меда, но которую не нужно кормить? Возможно, все же последнюю? Итак, вы делаете пасечный журнал В него заносятся различные критерии селекции, которые, по вашему мнению, наиболее важны для вас и для ваших пчел, и технологии содержания Вы наблюдаете за маткой В таком журнале я могу наблюдать за маткой в течение четырех лет Или за силой семьи Как у вас сила семьи, когда вы в первый раз поднимаете крышку улья? Я бы сказал в марте, а у вас, наверное, в феврале Хорошо Как сильно заселена семья, когда вы поднимаете крышку? Это пчелы, которые перезимовали Еще нет большого количества расплода Еще не началось возобновление потерь от зимовки Итак, если есть семья, которая выходит из зимы с большим клубом пчел без мертвых особей на земле и на дне Для меня это означает, что конкретно эти пчелы зимостойкие Зимостойка не та семья, которая в зиму уходит с большим клубом и теряет его половину в течение зимовки Или, скажем, осмотр рамок снизу Я осматриваю расплод в моих семьях и отслеживаю количество расплодных рамок в конкретный момент времени То есть критерием будет количество расплода и его вид Я могу оценивать его состояние от 1 до 5 баллов или от слабого к хорошему, или минусом и плюсом Неважно как, но делайте это Тогда вы сможете определить, в каких семьях больше расплода и где он лучшего качества Отслеживайте присутствие болезней Присутствует ли аскосфероз Возможно, считайте клещей в уруа Как их много в семье И в следующий раз вы открываете улей и помечаете Считаете клещей, и каждый раз считая их вы обращаете внимание на изменение населения Изменилось ли в этой семье количество клещей с 1 до 5, до 10, до 50 Или в этой семье увеличение идет от 1 до 2, до 3, до 3, а потом до 4 Это хороший способ следить за тем, как пчелы справляются с численностью клещей А что насчет миролюбия? Я считаю, что это качество имеет три категории Важно не только количество ужалений, что вы получаете Дело в том, насколько пчелы нервны Бегают ли они суматошно, когда вы смотрите на рамку Ведут ли они себя как сумасшедшие Свисают ли с нижней планки Этого вам не нужно Или когда вы открываете семью и тянетесь за чем-то Они впиваются в ваше запястье Или бьются в голову Это индикатор нервозности Это нервное расстройство Все это связано с расстройством Вам нужно следить за этим Как много меда производится? В этом критерии тоже три категории Три колонки Я могу оценивать и отслеживать, как много меда произведено в течение трех лет Или как много сахара было скормлено Я взвешиваю все мои ульи, каждый из них Перед тем, как закармливать И мы закармливаем в соответствии с этими данными То есть мы кормим в зависимости от веса каждого улья Это очень точная величина Вы можете приподнять ульи и сказать себе Это легкие ульи или это тяжелые Но, как я уже сказал сегодня утром Я не в состоянии кормить моих пчел больше, чем им нужно Если вы начнете приподнимать ульи, чтобы понять количество кормов В конце работы на первом тачке они все покажутся тяжелыми И что же вы будете делать? Вы обезопасите себя и дадите больше сиропа Я не в состоянии перекармливать тысячу семей По галлону на тысячу семей Это несколько тысяч долларов Плюс временные затраты В этом случае я стараюсь быть более точным Поэтому мы взвешиваем ульи То есть за этим тоже нужно вести наблюдение Итак, как же работать с племенной маткой? Это племенной улей, стандартный корпус С вертикально стоящей разделительной решеткой Она находится на фото между третьей и четвертой рамками справа Это белая полоска, вертикально стоящая разделительная решетка Литок этой трехрамочной секции перегорожен, так что матка не может покинуть улей Сверху используется простая пленка в виде холстика, которая прислоняется к разделительной решетке, не позволяя матке выйти из секции Манипулируя рамками этой секции, я могу рассчитать возраст личинок То есть отбирать в день прививки личинок возраста между яйцом и 12 часами Так я могу отслеживать их возраст Вы можете увидеть даты на рамках Одну рамку я поставил 30 мая, еще одну 3 июня и еще одну 7 Рамка 30 мая 12 дней назад стояла у решетки В день прививки я забираю личинок из нее И в день, когда я должен добавить новую рамку, я вынимаю ту, на которой сейчас написано 5.30 Переношу ее за перегородку на освободившееся место после того, как крайняя рамка с медом удалена При этом я сдвигаю рамки 6.3 и 6.7 к стенке И ставлю новую рамку для прививки на место, где была рамка 6.7 Матка сразу же переходит на нее и засеивает И в день прививки я получаю личинки возрастом до 12 часов Очень важно при выводе маток получить личинку для прививки, которая по возрасту будет ближе всего к яйцу Да, здесь влияет кастовое распределение Касты в улье – это рабочие пчелы и матки Все они – женские особи И определение касты происходит часто между нулем и тремя днями И примерно в возрасте трех дней женская личинка больше уже не может стать маткой Но означает ли это, что вы можете привить двухдневную личинку и получить такую же качественную матку, как в случае 12-часовой личинки? Не думаю Дело в степени Я думаю, чем дальше возраст от яйца, тем хуже качество матки То есть нужно пытаться прививать личинок, которые наиболее близки к яйцу И это единственный способ для меня получить такие личинки в изобилии Я могу, конечно, пройтись по самой лучшей семье и найти 12-часовых личинок Но это слишком много работы для меня, как промышленного матковода Поэтому я предпочитаю делать это таким способом и быть уверенным в нем Как вы видите здесь, я поставил новую рамку А теперь прививка Если вы можете поискать и найти самую маленькую личинку здесь на фото Это примерный размер, о котором я говорю И если вы посмотрите на верхний ряд ячеек, третья ячейка сверху Видите эту личинку на донышке? Видите рядом с ней яйцо? Яйцо и личинка в одной ячейке Это постоянно встречается Иногда я вижу две личинки и яйцо Иногда пару яиц Попробуйте привить эту маленькую личинку, которая рядом с яйцом Но сначала нужно убрать яйцо, прежде чем поместить личинку в мисочку Видите, насколько яйцо шире, чем личинка? Это нужный размер для прививки То есть самая маленькая личинка, которую можно только найти Видите четвертую ячейку справа в верхнем ряду Что вы там видите? Две личинки И одна меньше, чем другая Именно ее вам нужно прививать Это тот размер, который вам нужен для прививки Освещение, конечно, ужасно Я не знаю, хорошо ли видна личинка Но в этом вся суть Она настолько мала, что ее действительно не видно Если вы можете ее хорошо рассмотреть, то она слишком старая На самом деле, теперь мне нужна помощь Раньше я делал это по-настоящему хорошо Это сама прививка, перенос личинок в мисочки Это я за прививкой Это мое помещение для прививки Раньше у меня была палатка, и я прививал там Ограждая себя от комаров и пчел воровок и других насекомых Но я больше предпочитаю это Я включаю концерт для скрипки или что-то подобное И могу сидеть так весь день и прививать без боли в спине Видите, у меня есть фонарь и ювелирная лупа на голове Так, чтобы я мог увидеть эти личинки и работать с ними правильно Далее, день прививки Я разбиваю день прививки на два этапа Утро прививки и вечер прививки Утром я должен подготовить семью-строительницу к постановке прививочных рамок Помните семью-строительницу? Это расплодный корпус, магазин с медом, разделительная решетка, магазин с медом и корпус с расплодом наверху Слева на фото это частично заполненный магазин и расплодный корпус, который был над решеткой Остальное это часть ульев, в которой работает матка Итак, я снимаю два корпуса, которые были над решеткой и ставлю их на перевернутую крышку рядом с ульем Я проверил все корпуса на наличие маточников, там их нет Я снял ту часть, где находится матка с дна, поставил рядом на землю, повернул на 180 градусов и направил леток в противоположную сторону Затем я поставил новое днище на подставку, поместил на него частично заполненный магазин, а затем на него наш корпус с расплодом на выходе Я ставлю медовый магазин первым на дно, поскольку, во-первых, он защищает мою прививочную рамку от низких температур на поверхности земли Во-вторых, в нем находятся частично заполненные медом рамки Там нектар и мед Пчелы не любят нектар на дне, и они поднимают его вверх Этот подъем нектара похож на взяток Разве не это пчелы делают во время взятка? Они приносят нектар и складируют, куда это возможно Летные пчелы прилетают с урожаем нектара, передают его приемщицам и отправляются снова в поле Приемщица берет нектар и помещает его в ячейку, в ближайшую ячейку, которую она может найти, так, чтобы она смогла принять следующую партию Затем, в конце рабочего дня, они поднимают урожай вверх, куда нужно, они удаляют его из гнезда Это то, что происходит То есть с магазином выглядит все так же, как будто идет взяток А вам нужен взяток, чтобы выводить качественных маток Так что я делю семью и оставляю в таком состоянии Вот то, чего вы добиваетесь Множество пчел Это верхний корпус Это тот вышедший расплод, который я поставил 10 дней назад Две медовых рамки находятся по краям и семь рамок с расплодом посередине Расплод был уже на выходе 10 дней назад И в основном он уже вышел Эти пчелы достигли идеального возраста для кормления личинок Все мы знаем, что нам нужна пыльца для вывода маток Это пчелиный белок Но где взять эту рамку с пыльцой? Вы можете открыть семью-производительницу и поискать пыльцу там Но боже, сколько это работы Снять все магазины и разобрать гнездо Пытаясь найти подходящую рамку с пергой Иногда перговых рамок просто нет Можно весь день их искать в семьях-производителях Но не найти, потому что нет взятка пыльцы Пчелы используют все, что могут получить сразу же Что же тогда делать? Вы делаете сами рамку с пыльцой Собираете пыльцу, держите ее в морозильнике до момента, когда она вам понадобится Вы выбираете чистый рабочий сот Высыпаете на него пыльцу и вдавливаете в него пальцами Уминаете пыльцу пальцами внутрь ячеек Создавая отличную кормовую рамку Такую красивую рамку, которую вы никогда не видели Вы никогда не видели такой рамки Но это та пыльца, в которой пчелы нуждаются в изобилии, чтобы вырастить хороший маточник Итак, вот улей Я вынул две крайние рамки Затем сделал колодец в центре И поместил рамку с пыльцой туда Маленькая стрелка указывает на ту сторону, с которой находится пыльца Вам нужно подставить прививочную рамку непосредственно к этой стороне, где находится пыльца Не другой стороной Пчелы пыльцу не перемещают Нужно, чтобы пыльца была сразу же у прививочной рамки Теперь для отстройки маточников эта семья нуждается в пчелах-кормилицах Где их взять? Некоторые говорят, что заманивают их открытым расплодом Я не ставлю открытый расплод в строительные семьи Мне он там не нужен Я не хочу делиться моими пчелами-кормилицами с другим расплодом Я хочу, чтобы они все накинулись на мои маточники Где находятся единственные личинки в семье, которых можно кормить То есть на моей прививочной рамке Итак, добавление пчел-кормилиц Как эти пчелы окажутся в желаемом месте? Вы сами помещаете их туда Вы не полагаетесь на дымление Вы не дымите и не гоните пчел вверх через разделительную решетку, используя металлическую перегородку Не надейтесь, что получите правильное количество пчел Вы сами помещаете пчел туда, где они должны быть Но как вы это делаете? Вот слева строительная семья, куда мы поставили рамку с пыльцой Сверху на нее я поставил корпус для стряхивания Это обыкновенный расплодный или магазинный корпус с прибитой к нему разделительной решеткой снизу с деревянной обвязкой Я ставлю такой корпус на строительную семью затем открываю ту часть улья, где находится матка Она стоит на перевернутой крышке Я стряхиваю гнездовые рамки в расплодный корпус Пчелы проходят вниз через разделительную решетку Что же происходит? Если на рамках, что я стряхиваю, оказывается матка решетка задерживает ее в корпусе и она не может пройти вниз И что, если я вынимаю расплодную рамку и вот она матка? Я помещаю ее в отдельный корпус, она находится в безопасности и сразу начинаю стряхивать пчел прямо в строительную семью без решетки А как насчет второй матки? Как много семей имеет двух маток? Как много имеет трех маток? Это встречается чаще, чем вы думаете По моим наблюдениям, около 30% моих семей имеет несколько маток Только стряхнув пчел через разделительную решетку, вы сможете узнать об этом Невероятно, как часто в семьях может быть по несколько маток из-за тихой смены Поэтому вам нужно задержать их всех, не останавливаясь на одной И поэтому вместо того, чтобы искать, искать и искать, вы уже искали маток, вынимали рамки На рамке матки нет Вы ставите рамку в нуклеус и подсаживаете молодую А пчелы ее убивают Почему? Потому что вы просто забрали матку из улья, просто не заметили ее А таким способом вы ее не пропустите Она будет бегать по решетке и корпусу для стряхивания Это один из таких Вот что вы видите при стряхивании гнездовых рамок По краям корпуса для стряхивания вы наклеиваете изоленту Шириной несколько сантиметров Пчелы ненавидят изоленту Я не знаю, из-за того, что она скользкая, или пахнет плохо, или на ощупь не такая, как должно быть Но пчелы поднимаются по стенке до клейкой ленты и останавливаются Вы легко увидите, где в корпусе находится матка Как она будет бегать по стенке и по разделительной решетке И пытаться пролезть внутрь Ее большое брюшко будет вилять вот так Она будет бегать вдоль стенок и как бы говорить вам А вот и я Так же примерно, как хвост оленя, который пробегает по полю Вот что вы видите Белый хвост североамериканского оленя Я не знаю, какие у вас здесь олени Красные И имеют ли они белые хвосты? Но матка, как олень хвостом, виляет своим брюшком Показывая вам, где она Итак, вы стряхиваете пчел из центра гнезда При этом оставляя достаточное количество в части улья с маткой Для ухода за имеющимся расплодом То есть всех пчел вы не стряхиваете Вот так это выглядит сразу же после стряхивания Вы ставите подкрышник с отверстием и на него кормушку Эти пчелы должны быть накормлены Они должны получать питание Вам не нужно кормить их, если есть хороший взяток, не так ли? Или нет? Может быть А если завтра пойдет дождь И на следующий день, и на следующий день, и так далее Не будет взятка А если все фермеры скосят их поля в один день Взяток прекратится Поэтому на семьях должны быть кормушки Я ставлю банку с сиропом на отверстие в подкрышнике и кормлю их Пока они выстраивают маточники и до тех пор, пока они их не запечатают, им нужно иметь источник углеводов Вы создаете семью, полную пчел-кормилец У них нет личинок, из которых можно вырастить матку Мы называем ее безнадежно осиротелой Они начинают поднимать брюшко, показывая свои железы Шуметь Вы знаете этот шум, по которому становится ясно, что пчелы осиротели Они шумят Они поднимают брюшко и показывают железу на сонова Все, утренняя часть дня прививки закончена Семья осмотрена и подготовлена Вы создали эту безнадежно осиротелую единицу Которая изобилует молодыми пчелами И у них нет ни одной личинки для вскармливания Сделайте перерыв, расслабьтесь Пообедайте Послушайте Моцарта Это должно быть веселым, а не напряженным занятием Это же развлечение Не перенапрягайтесь Чтобы в животе не болело Пчелы делают все за вас Вы уже сделали, что зависит от вас Теперь их очередь Во второй половине дня Вы возвращаетесь к семье-строительнице На этой стоит корпусная кормушка Сейчас я предпочитаю банки Потому что корпусные кормушки подвержены и способствуют воровству Так что я использую банки, объемом в один галлон Которые ставятся на отверстия в подкрышнике Эти пчелы абсолютно безумны Они летают по пасеке Выкучиваются из улья везде Слышно, как они плачут Шумят Они плачут Они ищут что-то Очевидно, матку Или личинку Они абсолютно безнадежны Они знают, что им не справятся Вот ситуация, которую вы пытаетесь создать Поэтому они бросаются на прививочную рамку И начинают отстраивать маточники Потому что они безнадежно осиротели Здесь вы видите колодец для прививочной рамки Которая ставится рядом с рамкой с пыльцой Вы раздвигаете рамки и ставите прививочную рамку Как здесь Племенная матка номер 40 Я отслеживаю источник прививок Пчелы бросаются к мисочкам и личинкам И выстраивают маточники Просто невероятно, как быстро семья успокаивается В течение нескольких минут шум прекращается Пчелы больше не летают Выкучивание и движение в хаотичном порядке останавливается И вы слышите, как пчелы выдыхают И все собираются в улей Это удивительно Они заходят И все знают, что они теперь в безопасности Что они спасены Они могут вырастить себе маток Через 5 дней после прививки Маточники запечатаны В этот момент вы можете убрать кормушку Вы снимаете корпус с прививками И частично заполненный медом магазин со дна Вы ставите часть ульи с маткой назад Поворачивая леток в изначальную сторону Помните, как при формировании строительной семьи Мы стряхнули всех молодых пчел туда Но маленькая семья была обращена в ту же сторону, что и раньше Поэтому у нее остались и летные пчелы, и молодые пчелы То есть при наличии необходимых им ресурсов Они создают гигантскую семью Через 5 дней после прививки Маточники запечатаны Вы снимаете строительную семью с места На ее место ставите семью с маткой Кладете снова разделительную решетку Ставите магазин, частично заполненный медом И корпус с прививками на разделительную решетку И работа окончена Затем вы отбираете маточники Через 10 дней после прививки Маточники готовы к сбору Через 5 дней после объединения семьи И маточники созреют Поскольку у вас так много пчел-кормилец И их питание было настолько богатым Эти пчелы делают такие маточники Заполняя их таким количеством маточного молочка Что невероятно, насколько крупные и толстые они получаются Нужно держать их в тепле Нужно обращаться с ними как с яйцами И поставить их куда-то, например, в нуклеус Но вот что вы получаете Видите маточник слева? Видите молочко? Это куколка, которая должна вылупиться через 2 дня Она больше не ест молочко Это остаток молочка В этом маточнике так много молочка Что личинки просто не способны съесть его полностью Молодая куколка не может съесть его до конца Там обилие молочка Именно к этому вы стремитесь Вот маточник, полный молочка Полностью забитый молочком Когда в них так много молочка, это ненормально Открываем его и видим, что там мертвая личинка Она не съела ничего Поэтому, да, вам нужно отбирать маточники для постановки Можно подносить их к свету и проверять, есть ли там движущаяся куколка Не стоит использовать и такие Этот маточник точно ненормален Пчелы определенно сами делают ошибки время от времени Эта куколка вверх тормашками Брюшко снизу, голова сверху Эта матка никогда не выйдет Она умрет Я отбираю маточники Отвожу их на точок для спаривания Устанавливаю внуклеусы Откуда за день до этого забираются матки И теперь я могу перезагрузить строительную семью Это то, что делает пасеку устойчивой, рациональной Я возвращаюсь на пасеку Проверяю семьи на наличие роевых маточников Снимаю корпус, который служил в качестве строительной семьи Который теперь забит пыльцой и нектаром Так как весь расплод вышел Я снимаю его Стряхиваю пчел на землю И даю им новый корпус с расплодом Таким образом формирую строительную семью во второй раз Через 20 дней я снимаю маточники Возвращаюсь вечером И формирую в третий раз Это та же семья, которую я использую снова и снова Если бы я использовал только ресурсы этой семьи Я смог бы сделать это только один раз Этой семье было бы по-настоящему сложно подготовиться к зиме Но давая ресурсы семье вместо того, чтобы использовать ее собственные Я могу получать каждые 20 дней новые маточники из одной и той же семьи Подумайте о следующем После двух кругов использования Я в среднем нахожу по 15 расплодных рамок под разделительной решеткой Это не то, что я добавлял Это то, что поддерживали сама матка и пчелы-кормилицы в этой семье Вы видели когда-либо семью с 15-ю рамками расплода Семь из которых с открытым расплодом Чтобы что-то подобное сделать, нужно очень много молодых пчел-кормилиц Вот что вы создаете Максимум пчел-кормилиц для максимизации производства маточного молочка для маточников И я задался вопросом А вообще, видим ли мы когда-либо полное раскрытие потенциала наших маток Достигали ли они когда-либо полного потенциала? Мы постоянно заняты ими Делим семьи, пытаемся уберечь отроение Забираем расплод, формируем отводки Достигают ли они когда-либо своего полного потенциала? Я не думаю Поскольку чем больше пчел, тем больше расплода Чем больше расплода, тем больше пчел А чем больше пчел, тем больше расплода И так далее И это геометрическая прогрессия Одно условие поддерживает другое И вы создаете эти семьи монстры, которые выстраивают красивейшие маточники Перед вами строительная пасека после того, как последние маточники были изъяты С этой пасеки я вывел 1500 пчеломаток И собрал более двух тонн меда Представьте, две тонны меда с 30 строительных семей и 1500 маток Это абсолютно рациональное пчеловодство Вы совсем не трогаете основную пасеку Использование маточников Можно производить замену ими маток Можно сделать отводок Можно убить старую матку и поставить семью маточник Но вы пробовали ставить маточники в семьи с матками? Вы знаете, что вы можете поставить зрелые маточники в верхние корпуса, когда есть взяток И что происходит? При помощи этих маточников происходит тихая смена Именно это делают медоносные пчелы Они отстраивают маточники тихой смены при взятке Заменяют матку Неплодная вылупляется От первой избавляются Иногда обе сожительствуют какое-то время То же самое происходит, когда мы ставим маточники в медовые магазины Это должно быть во время взятка Именно в магазины Молодая матка появляется, облетывается, начинает яйцекладку И постепенно старая матка исчезает Или же вы можете сделать отводки в зиму Или расширить пасеку С этими маточниками можно сделать многое Можно поместить их в нуклеусы для спаривания Для нуклеусов вы можете использовать рамку стандартного размера Это стандартный корпус лангстрота Разделенный на два отделения С литком с каждой стороны Уберите матку На следующий день дайте в каждое отделение по матке Через 16, 21 или 20 с чем-то дней Не важно какую ротацию вы используете Вы изымаете облетевшуюся матку У вас маточники уже подготовлены на следующий день Затем вы возвращаетесь к ульям Даете мне еще маточники Через 16, 20, 21 день вынимаете матку На следующий день уже готовы маточники и так далее Мы делаем это все лето с начала мая И в этом году мы отобрали последние маточники 31 июля Или же можно использовать мини-нуклеусы с маленькими рамками Вот моя собственная версия мини-нуклеусов Это стандартный расплодный корпус По более простому способу У нас нет национального британского стандарта улья Который квадратный Наши корпуса 20 на 16 дюймов 20 в длину, 16 в ширину Поэтому я ставлю перегородку 5 восьмых дюйма Нет, не достаточно 5 восьмых 9 восьмых Это называется 5 четвертных Если вы делаете пазы для рамок сверху То ширина получается дюйм и 1 восьмая То есть паз занимает 3 восьмых дюйма 3 восьмых перегородка И 3 восьмых паз с другой стороны Это стандартные рамки Обрезанные для того, чтобы поместиться в это пространство Которое образовалось Вы делаете собственные рамки Из обыкновенных продающихся в магазине рамок Обрабатываете концы И получаются такие мини-рамки Все отделения стоят на общем днище Центральная перегородка сидит на планке Так что пчелы не могут пролезть под нее в другое отделение В середине каждого отделения Есть по планке вдоль корпуса Это кормушка-разделитель В ней две полости Каждая полость имеет вход для пчел Отверстие, что вы видите сверху Это для наполнения кормушки Вы кладете мешковину Крышка прижимает ее к центральной перегородке И к верхушке кормушки Так что пчелы не могут перелезть в другое отделение Они могут пролезть в свое маленькое отверстие, если им нужно Вы можете сдвинуть кормушку к краю улья И получить восьмирамочный нуклеус Или же расположить ее посередине И получить два четырехрамочных нуклеуса Когда мы выводим маток Кормушки стоят посередине Таким образом в них четыре отделения С собственным литком Мы ставим по маточнику Через 16, 20, 21 день Не важно Мы достаем маток На следующий день мы снова ставим маточники Это мой облетный тачок На нем более 500 нуклеусов Здесь видна только одна его часть Этот тачок разделен на четыре группы Каждая группа имеет четыре круга Каждый круг имеет по восемь четырехсторонних нуклеусов То есть 38 на круг То есть 128 на группу Всего четыре группы Мы обрабатываем в день по одной Ловим маток На следующий день ставим маточник Через четыре дня мы приступаем ко второй группе На следующий день мы ловим маток Ставим маточники Через четыре дня приступаем к третьей группе И так далее Через четыре дня после окончания четвертой группы мы снова возвращаемся к первой группе. Обрабатываем первую группу снова, ставим снова маточники. Через 16 дней, и теперь вы понимаете, почему у меня ротация 16 дней, потому что у меня 4 круга, и каждая из них занимает у меня 4 дня, а это 16 дней всего. Некоторые скажут, что лучше оставлять маток на яйцекладку подольше, и я соглашусь, вы, вероятно, правы, но в моей практике не получается, семьи становятся настолько сильными в нуклеусах, что становится действительно сложно найти матку. Вот строительный тачок, который готовится в зиму, это осень. На ульях стоят корпусные кормушки сверху, а на каждом нуклеусе по банке. Половина маток была отобрана, и кормушки смещены к краю, то есть все матки получили по 8 рамок вместо 4, и они ушли в зимовку. Их перевезли на зимние тачки. На них поставили по дополнительному корпусу сверху, то есть получилось 8 нуклеусов. Таким образом, у каждой матки стало по 18 рамок для яйцекладки. Пчелы сложили туда мед и расплод. Прошла зима, и весной, за день до готовности маточников, мы снова разбиваем эти ульи, заполняем расплодом столько нуклеусов, сколько возможно, формируем первую группу, возможно, оставляя белые корпуса на днище, добавляя к каждому по еще одному белому корпусу, чтобы они снова были выстроены, или чтобы использовать их для замены маток или в других целях. Вот как это выглядит. Здесь два нуклеуса, в каждом из них по 18 рамок. Как видите, кормушка в нижнем корпусе смещена к стенке, то есть у матки там 8 рамок, и мы добавили еще 10 сверху. Видите, как они заполнили их медом? Получились отличные медовые рамки над гнездом на зиму. Затем нам нужно поймать маток. Это мой любимый день в году. Мой любимый день в неделе, или вернее раз в 4 дня, это поимка маток. Я обожаю это делать. Но вот что происходит. Представьте, легко ли найти матку в таком нуклеусе. Поэтому если я жду слишком долго и позволю стать им слишком сильными, то становится очень сложно найти матку. Поэтому мы работаем по 16-дневному циклу. Мы забираем расплод или мед или пчел из этих нуклеусов, чтобы сдержать их население. И в итоге, чтобы легко найти матку. Вот моя команда по поиску маток. Их четверо. В ульях по 4 рамки. Сам же я назначен помечать и сажать маток в клетке. Они передают мне рамку с маткой. У меня есть небольшой стол. Я снимаю матку с сота. На столе небольшая кучка пчел. Я стряхиваю их на стол. Стол на самом деле перевернутая крышка, улья. Я мечу матку, сажаю ее в клеточку. Туда же идут 9 сопровождающих матку пчел. Клетку закрываю пробкой. Затем кладу клеточку в коробку. Они дают мне другую рамку с маткой. Иногда они делают это так быстро, и я не справляюсь. Я судорожно заталкиваю маток, пытаясь успеть за ними. Мы отбираем 128 маток каждые 4 дня. Известный Сэм Кэмфорд, если вы его знаете, может быть вы слышали о нем, он гуру безрамочного пчеловодства в США. Он всех обучает работе с ульями на верхних планках. Но это не для меня. Это Кейт и Кларк. Кларк занимается выемкой рамок. Он слева. У него две стамески, он вынимает рамки и отдает их другим. Когда вы вынимаете сразу 4 рамки, матка не может убежать. Она на одной из рамок. И можно осмотреть ее так и найти. Вот такая картина. Вам нужно найти матку, представьте. 128 штук на 8 таких рамках в день. И вы постоянно всматриваетесь. Вы когда-нибудь занимались сваркой или паяли, вы постоянно смотрите на маленькую точку света. И всю ночь в итоге как будто свариваете что-то. Потому что белая или черная полоска проходит через мозг. То же самое с поиском маток. Свет падает на пчелу. Вы вглядываетесь на блеск в поисках матки. И всю ночь вы видите пчел во сне. И они возвращаются утром. Особенно в первое утро. Все приезжают и вздыхают. О господи. Ты спал ночью? Нет, я не спал. Я всю ночь искал маток. Но матка присутствует на этом фото. И если у вас это хорошо получается, возможно вы увидите ее. Она где-то в середине, очень близко к центру. Теперь видите ее? Она прямо над точкой. Заметили? Матка прямо над точкой. Вы все наверняка знаете Стар Трек. И Клингонов. С их устройством невидимости. Знаете, кто изобрел это устройство? Пчеломатки. Вроде матка находится там, но вы ее найти не можете. Как только находите, отворачиваетесь, а затем снова смотрите, и ее нет. Она включила это устройство. Нужно опять отвернуться, вы отворачиваетесь, и затем снова на рамку. Вот и она. Она выключила его. Вот что вы получаете. Этих красивейших маток. Вы не заказываете их. Не покупаете. Вы выводите их. Пчелы выводят их. А вы лишь организуете пчел, чтобы они смогли наилучшим образом сделать свою работу. А так я мечу маток. Я использую Тимофеевку. Они эти дурацкие маркеры. Я применяю модельную краску Тестерс, или можно использовать любую другую, которая есть здесь в продаже, не знаю какого бренда. Я оставляю очень маленькую каплю краски на кончике травинки и пытаюсь пометить матку. Если вы покупаете уже меченых маток, и вам нужно платить доллар или фунт мотководу за меченые, и вы отказываетесь платить за это, то вам нужно проконсультироваться с врачом. Серьезно. Честно. Видите пчелу с белым пятнышком? Она весь день меня преследовала. Я сдувал ее. Она сразу же возвращалась. Я сдувал ее еще раз и пытался пометить матку. Но она опять возвращалась. Я отнес матку в другой конец комнаты, но эта пчела опять оказалась там. Единственная возможность отвязаться от таких пчел, это обезглавить и выкинуть. Они жалят меня в пальце, на них видны темные точки. Они трутся об матку и тоже мажутся краской. Так что это не так просто. Поэтому если вы платите за меченые, то вам везет. А что если у вас маленькая пасека на заднем дворе? Два-три улья. У вас нет ресурсов выводить маток постоянно, но немного маток вывести возможно. Несколько подобных. Но в течение долгого времени выводить качественно и вести селекцию без имбридинга вы не сможете. Что же вам делать? Поддерживайте местных матководов. Очень много людей в вашей местности занимается выводом маток. Лучшие матки всегда получаются в вашей местности, потому что они выращены в тех же условиях, в каких вы содержите своих пчел. Спасибо!